Доброе-доброе утро! Это деловой завтрак в студии РБТИА, МГБ Коварбекова. Здравствуйте! И как всегда, с утра пораньше мы разговариваем на самые важные и актуальные темы. Такой вопрос, как пожарная безопасность, летом является серьезным и важным для каждого человека. Така в жаркое время года вероятность возникновения возгораний на природе и в помещении возрастает, накладывая на людей дополнительные требования по аккуратности и внимательности к своим действиям. Банальная неосторожность становится причиной серьезных последствий лесных пожаров и даже гибели животных и граждан. Можно, следуя простым правилам поведения в летнее время, спасти себя, окружающих людей и природу от неприятностей. Какие действия предпринять при обнаружении пламени? Как себя вести? Все интересующие вопросы мы зададим нашему гостю. Разрешите его представить. Это Брыгбаев Канат Базарбекович. Он является подполковником, старшим офицером управления пожаротушения и профилактики пожаров МЧС. Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Лето – это время отпусков, но в то же время опасности, потому что летний пожароопасный период отличается наличием большинства. Канику, когда активизируется передвижение людей, многие выезжают на природу. И, конечно же, бывают случаи, когда не соблюдают пожарную безопасность. Но прежде чем мы поговорим о безопасности в летнее время, давайте озвучим некоторую статистику. Есть информация о том, что пожары увеличились при этом в разы. Пожалуйста, озвучьте эти цифры. Да, согласно анализа, по май текущего года в стране произошло 1302 пожара. Если в прошлом году было 869. То есть мы видим увеличение на 49,8%. Что касается гибели, в этом году у нас погибло 24 человека, в прошлом году 8. Вот у нас такая нерадующая статистика. Что могу сказать? Увеличение связано прежде всего с человеческим фактором. Если в прошлом году была пандемия у нас, активность жизнедеятельности человека была понижена, люди сидели дома, не работали заводы, фабрики или какие-то учреждения развлекательные, кафе, рестораны. Как только мы сняли карантин, графика пошла вверх. Увеличение пожаров. Это говорит о том, что человек сам во всем виноват. То есть получается, что 8 человек погибло всего за прошедший год и 24 уже? Нет, за 5 месяцев прошлого года и за 5 месяцев этого года. У нас вот такая статистика, анализ ведем. То есть в 3 раза больше. Да. Что еще? Конечно, сейчас вот здесь сказали, летний пожароопасный период. Мы так и называем его летний пожароопасный период. Это связано прежде всего с увеличением атмосферной температуры. То есть создаются благоприятные условия для распространения огня. То есть если зимой бучок, сигарету выкинули, он под воздействием температуры может потухнуть, то летом он идет дальше и дальше и разгорается огонь. Ну вот на самом деле самый серьезный этап в году, когда проблема таких несанкционированных возгораний предельно актуальна. Это лето, потому что температура воздуха согревается до 35 градусов, а может и выше. И конечно же в этом направлении наша обязанность предупредить наше население все-таки о том, что необходимо быть аккуратными, предельно внимательными. Скажите, пожалуйста, что касается отдыха на природе, какие меры в первую очередь необходимо соблюдать? Потому что мы понимаем, что сейчас каждый человек, особенно во время отпусков, выходные, в такую благоприятную погоду, конечно же, хочет провести свой отдых, досуг на природе. Выезжая, они при этом не соблюдают простые правила. Какие, на что необходимо обратить в первую очередь внимание? Ну прежде надо подготовить место для розжига костра, вырыть яму, чтобы ветром не снесло угольки. После окончания надо обязательно все потушить, закопать. Это элементарное правило. У нас случаи были в прошлом году, кажется, в прошлом году летом поле целое сгорело, пшеницы. То есть человек не смог урожай еще убрать, но с проезжающего мимо поезда выкинули сигарету. В 2014 году у нас горел лес, ущелье Чичхан горело. Почти неделю тушили. Столько сил, средств было привлечено, если честно. Даже вертолет с Казахстана, МЧС Казахстана привлекали. У нас какие-то договоренности были. И только сама природа помогла потушить. Уже дождь пошел, каждый день тушили, вечером потушат, утром опять разгорается. То есть очень большой урон был нанесен природе, экологии. Хотелось бы, чтобы наши граждане соблюдали элементарные правила и меры пожарной безопасности. Ну вот какие все-таки должны быть, так скажем, повышенные требования к личному поведению? Вот вы говорите о том, что человек просит... После себя убирать надо. Убирать, потушить костер. Еще один момент есть, то же самое, люди ссорят, мусор выкидывают. Стекло, эффект преломления стекла. То есть бутылку выкинули, вот лупу, знаете же? Конечно. Под таким воздействием также солнце попадает на это стекло и может произойти возгорание. После себя обязательно надо убрать мусор, потушить, проконтролировать, закопать. А вот что касается именно летнего времени, например, если сравнивать, делать аналогии, например, прошлого года, потому что мы понимаем, что все-таки была пандемия, было очень много ограничений, и все-таки это, конечно же, повлияло, думаю, на статистику именно возгораний, пожаров в определенных местах. А если взять все-таки 2018 год, к примеру, если 19 год для сравнения, именно в летнее время, где наиболее часто происходят возгорания, пожары? Там у нас графа есть, пожар на открытой местности. Вот это чаще всего происходит у нас летом. Сено горит, поле горит, мусор горит. Вот такая ситуация у нас. Конечно, еще детская шалость есть, так как наши дети в этот период на каникулах, и по этой причине тоже бывает. Дети все-таки все больше времени проводят на улице, на даче с родителями, выезжают на тот же самый отдых, в лес, на водоемы. Бывают они выезжают и с одногруппниками, то есть большой компанией, при этом, конечно же, не соблюдая тех же самых элементарных правил, которые вы озвучили у нас в студии. И, конечно же, обязанность каждого родителя поговорить с ребенком, сделать такие, так скажем, профилактические беседы для того, чтобы предупредить, обезопасить в первую очередь здоровье своего ребенка. Обязательно надо детям рассказать об элементарных основах пожарной безопасности, да и вообще основы безопасности человека. Поведение на воде, поведение на природе, на улице, в том числе и соблюдение мер и требований пожарной безопасности. Конечно, это все разработано у нас, и методики преподавания есть, начиная со школьного периода. То есть детям преподаем и в самом учебнике ОБЖ, да, как называется, Организация Безопасности Женедеятельных Человеков, там есть тематика. А более младшим надо разъяснять, показывать, опять же, это психология детей, то есть спички мы прячем, обязательно ребенок, любопытство у него будет, он захочет, пойдет, возьмет, посмотрит. Не прятать, показать, зажечь, посмотри, как это опасно, как это больно. Потому что все-таки многие меры по обеспечению безопасности наших детей кажутся элементарными для взрослых, и при этом они почему-то не ведут те же самые беседы со своими детьми. При этом, конечно же, все-таки вызываются такие моменты, когда достаточно рискованно для здоровья и безопасности детей. Ну, в школе, допустим, очень много, вот в школе надо, скорее всего, и в семье надо обязательно рассказывать. Вот перед выходом на каникулы вы на этом, конечно же, я надеюсь, акцентировали, да, внимание, потому что... Весь учебный год, в течение года органами пожарной профилактики ведутся работы по разъяснению, ведутся инструктажи и лекции непосредственно в учебных учреждениях. На предприятиях, скажем так, да, в кафешках ведутся профилактические мероприятия. Потому что очень большой риск такой навредить. Через телевидение, через радио. Сегодняшняя наша беседа тоже своего рода профилактика. Да, мы людям рассказываем. Потому что сейчас именно разгар каникул, разгар отпусков, и, конечно же, хочется предупредить людей, чтобы они себя обезопасили, потому что мы понимаем, что в прошлом году из-за ограничений, да, COVID-19, многие люди, конечно же, ограничили, да, свои передвижения. В этом же году, ну, даже несмотря, да, на то, что сейчас у нас пиковые значения, да, к сожалению, да, регистрируются, повторяется тот же самый черный июль, который мы наблюдали в прошлом году, люди все-таки очень активно, я бы сказала, отдыхают на той же самой природе. Именно вот эта пандемия очень, как вам сказать, наглядно показала нам, что именно человеческий фактор влияет на рост пожаров. Ивляет самым первым, да? Практически нулевая была у нас. Дни были, когда ни одного пожара было не зарегистрировано во время карантина. Когда у нас в прошлом году, 1 июля, да, сняли карантин? Июнь был. Резко в тот же день пошел. Выше, 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 рост. Да. Я бы хотел пожелать нашим гражданам, чтобы соблюдали требования пожарной безопасности, элементарные, берегли свое жилище, имущество, не оставляли детей без присмотра. На природе обязательно потушить за собой костер. Ну вот самый страшный такой сильный пожар, который происходил в этом году, это скорее всего то, что было на АЗС? АЗС, да. И в этом году еще был вооруженный конфликт в Баткинской области. Ну да, конечно. Очень большое число пожаров было по причине поджога. Баткинского области. Да, как мы знаем, сгорели все АЗСки у нас. Дома горели. Конфликтная ситуация была. Да, ну если не затрагивать, да, конечно, конфликтную ситуацию, что касается других случаев. Да, АЗС, вы имеете в виду в России который газовый взрыв? Нет, который здесь у нас. Да. Вот скажите, пожалуйста, какие вот необходимо предпринять самые первые действия все-таки при обнаружении пламени? Чтобы все-таки, раз уж мы заговорили о профилактике, мне, я думаю, что они есть, необходимо акцентировать на это. Самое ценное для нас это жизнь человека. Если мы видим, что можем погасить этот костер или пожар, возгорание своими силами, надо постараться. Но если вы чувствуете, видите, что это действительно угроза жизни, я думаю, не стоит туда даже пытаться. То есть обязательно позвонить в службу спасения, единый номер 112, 101 также работает. МЧС, пожарная команда приедет и обязательно поможет. По телефону точный адрес назвать, по возможности рассказать, указать дорогу. Сейчас мы видите, у нас везде ремонт дороги идет, пожарная машина может где-то застрять. Да, не поехать. То есть оказать помощь, чтобы пожарный расчет добрался до места назначения. Учитывая то, что все-таки в этом году, как вы отметили, уже на 50% увеличилось количество возгораний, пожаров. И, конечно же, самая первая причина, по которой это все происходит, это человеческий фактор. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки у нас расчетов пожарных на сегодняшний день хватает? Достаточно ли у нас техники, бригад? Да, достаточно. Мы выполняем свою функцию, свои обязанности. Постоянно на боевом дежурстве стоят наши подразделения. И вот все-таки, подытоживая нашу беседу, какие такие самые главные, так скажем, советы вы могли бы дать нашему населению, для того, чтобы мы могли себя обезопасить. В первую очередь, потому что вы назвали цифру как 24 жертвы, все-таки возгораний, пожаров уже с начала года. Я считаю, что это достаточно... Это очень большая цифра. Я бы хотел пожелать нашим гражданам быть бдительными, осторожными, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Вот гибель людей, нисколько от огня, больше от дыма погибали люди у нас. То есть пожар произошел, он или в пьяном состоянии был человек. То есть сам угарный газ тоже страшен. Если во сне произошел пожар, он засыпает от этого угарного газа и больше не просыпается. В моей практике было, подушка просто сгорела, матрас. Человек ожоги не получил, но он погиб только из-за дыма. Задохнулся. Да, он полз, видно было, что он в алкогольном состоянии был, он полз к двери, где воздух чистый. Ну и так случилось. Берегите детей, берегите свое жилище и имущество. Да, и особенно в отношении детей, потому что наши детки, как мы знаем, они очень любознательны, да? И пытаются совершать какие-то самостоятельные действия. И, конечно же, все это необходимо предупредить, провести опять-таки те же самые профилактические беседы. И еще один маленький момент. В этом году наша служба отмечает 95-летие. С чем мы поздравляем вас. Спасибо. 15 июня это было. 1 июля мы будем отмечать 30-летие образования МЧС Крыльевской Республики. То есть, это говорит о том, что мы очень большой, хороший опыт имеем. То есть, будем стараться для нашей страны, Родины. Спасибо большое. Еще раз вас поздравляем с этим юбилеем. И, конечно же, хочется сказать вам большое спасибо за то, что стоите на страже нашей безопасности. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Какие выводы можно сделать? Заключение. Ну, простое. Будьте ответственны и осторожны во время планирования того же самого пикника. Нужно уделить, конечно же, время на подготовку костра. Найти место, розжиг топлива. А в случае ЧП не медлить с оповещением о возгорании и тушении. О чем сказал и наш гость. Так что будьте осторожны. Следуйте правилам пожарной безопасности в парке, в лесу и вообще везде. Тогда ничего страшного не произойдет. Берегите себя и своих близких. А я напомню, что у нас сегодня в студии был Бергбаев Канат Базарбекович. Он является подполковником, старшим офицером управления пожаротушения и профилактики пожаров МЧС. Говорили, конечно же, мы о пожарной безопасности. И, конечно же, сейчас в летнее время, когда очень много каникул, отпусков. И все люди, конечно же, хотят провести свой досуг на природе или же на водоемах. Будьте осторожны. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Латон 24.